Шримад Бхагава, там девятая песня, девятая глава, называется потомки Амшумана, сорок пятый текст, девайх кама варода томах, ям требуванны швараих, навренны тамах, ам камам, бхута бхавана бхаванах. Полубоги, управляющие тремя мирами, хотели дать мне любое благословение, какое я пожелаю, но я не стал их ни о чем просить, ибо меня интересует только Всевышний, создавший материальный мир и все, что есть в нем. Верховный Господь интересует меня больше, чем все материальные благословения. Комментарий Шрила Парупады. Преданный всегда пребывает на духовном уровне, парамдриштвани вартате, тот, кто увидел Верховную Личность Бога, утрачивает интерес к чувственным наслаждениям. Даже такой возвышенный преданный, как Махараджа Друва, ушел в лес ради обретения мирских благ, но увидев Верховную Личность Бога, он отказался от всех материальных благословений. Он сказал, Так думает чистый преданный, который не просит у Господа ни материальных, ни духовных благословений. Поэтому наше движение сознания Кришны называется Кришна Баванамрита Сангха, что означает сообщество людей, которые довольствуются тем, что размышляют о Кришне. Чтобы быть поглощенным мыслями о Кришне, не нужно денег. Думать о Кришне легко и приятно. Сам Кришна говорит Каждый может думать о Кришне, и этому ничто не может помешать. Это называется Кришна Баванамритой. Тот, кто погружен в Кришна Баванамриту, не просит у Кришны ничего материального. Вместо этого он молит Господа об одном благословении, позволить ему распространить славу Господа по всему миру. По всему миру. Мама джанмани джанмани шваре баватат бактир ахайтуки твои. Человек, обладающий сознанием Кришны, не стремится даже вырваться из круговорота рождения и смерти. Он просит, просто молит Кришну, Если ты хочешь, я могу рождаться снова и снова, но молю тебя лишь об одном, позволь мне всегда служить тебе. Конец комментариев. Мама джанмани шри вопрупады ки джай. Ома гянна тимиранда ся гянанжа нашалакая чакшур унмилитам яна тасмай шри гураве намагам. Шри чайтання манок пиштам стапитам енабуттали свару пакадам аям дадатисва падантикам. Панча калпатарубеш чакри пасинбе эвача патитанам паваны бьё вайшнавы бьё на манамаха. Джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвай твадатхара шри васадин гоура бакта вринда. Хри кришна, хри кришна, 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 хри хри. Хри рама, хри рама, 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 хри хри. «Полубоги, управляющие тремя мирами, хотели дать мне любое благословение, какое я пожелаю. Но я не стал их ни о чём просить, ибо меня интересует только Всевышний, создавший материальный мир и всё, что есть в нём. Верховный Господь интересует меня больше, чем все материальные благословения». Предыстория этого текста такова, что эти слова произнёс царь Катванга. Жил-был царь Катванга, и он, как говорится в одном из предыдущих текстов, в 42-м тексте, 9-9-42, он помог полубогам одержать победу в сражении с демонами, и полубоги решили дать царю благословение. И царь спросил у них, сколько мне осталось жить. И полубоги сказали Катванге, тебе осталось жить одну мухурту. Мухурта — это 48 минут по нашей временной шкале. Тогда он немедленно покинул дворец и отправился в свою обитель, где полностью сосредоточил ум на лотосных стопах Господа. И вот эта вся девятая глава, девятая песня, она именно о том, что Махараджа Катванга принял решение сосредоточиться на Кришне в этот момент, когда ему нужно было оставлять тело. Так же поступила Махараджа Парикшет. И Шрила Парупада тоже поступил точно так же. Он находился во Вриндаване в 1977 году, в последний год своей жизни. И еще начиная даже с 1970 года, он говорил, пожалуйста, займитесь менеджериальными вопросами сами, а мне позвольте переводить книги. В 1970 году был основан GBC. И Шрила Парупада, начиная с этого момента, говорит, позвольте мне переводить книги, позвольте мне сосредоточиться на этих вопросах. А вопросы управления возьмите на себя, Шрила Парупада говорил. Но тем не менее, все равно, в 1977 году ему все равно приходилось решать эти вопросы, но вместе с тем он был погружен в перевод книг Шримад Багаватам, десятая песня. Вот он в 1977 году был во Вриндаване и надиктовывал, лежа на кровати, слабым голосом, продолжал надиктовывать эти комментарии. Если мы обратимся к книге Тамал Кришна Махараджа, которая называется «Последние дни Парупады», то мы увидим, как Шрила Парупада вел себя в последние эти месяцы своей жизни Шри Шри Говарни Тайки Джай. К нему приходили аюрведисты, к нему приходили астрологи, они давали ему разные советы Шрила Парупада. То принимал какое-то лечение, то не принимал это лечение, то он решал вопросы, касающиеся управления обществом, то он не принимал никакого участия. Это была определенная лива. И Ниранжана Махарадж в одной из своих лекций объясняет, в чем заключалась суть этой игры. Вот он говорит следующее слово. Те, кто из нас присутствовал, когда Шрила Парупада оставлял этот мир, я уверен, они с легкостью могут вспомнить те чувства, которые они испытывали, когда Прабхупада присутствовал здесь в последние месяцы. Мы все пытались понять, определить для себя, почему Шрила Парупада уходит. Шрила Парупада раздумывал и говорил, что он уйдет или не уйдет, если Кришна захочет, он будет жить, не уйдет. И мы все думали таким образом, думали, что такие великие души на самом деле имеют право уйти только тогда, когда они этого пожелают. И Шрила Парупада наверняка тоже так может. Однажды в какой-то момент Шрила Парупада сказал, ну хорошо, вы хотите, чтобы я оставался, ладно, я останусь. И эти пару слов облетели немедленно весь мир. Прабхупада сказал, я останусь. В те дни не было интернета, но в те дни телефоны в храмах по всему миру звонили. И президенты храмов говорили, Шрила Парупада сказал, я останусь. И все радовались. Но потом становилось ясно, что Шрила Парупада теряет свою решимость оставаться с нами, и он собирается уйти. И на самом деле, Миранжина Махараджи объясняет, что стояло за этой изменчивостью вот этого настроения, в котором Шрила Парупада находился. Шрила Парупада делал это, чтобы привязать к себе более туго наши сердца. Он был подобен кукольнику, который дергает за нитки кукол. Он был связан нитями с сердцем каждого из своих учеников. И он очень туго натягивал эти нити, так что каждое его слово, каждое его дыхание отражалось на наших сердцах. И мы переживали все, что бы он ни сказал, откликались на... Он тянул за эти нити, и наши сердца испытывали духовные эмоции. Он контролировал все наши эмоции, все наши движения. Иногда он давал надежду, иногда эта надежда покидала нас. Он знал, что единственная возможность для нас заключалась в том, что мы могли остаться в иском. В том случае, если бы он выдавил из наших сердец привязанность к его лотосным стопам. Шрила Парупада был настолько чист и прозрачен, что любая привязанность к нему означала привязанность к Кришне. Шрила Парупада, просто пребывая в этом мире, дал нам возможность Даршина Кришны. Он пробудил в наших сердцах привязанность к Кришне, дав нам Даршин Кришне через свои учения и наставления. И все мы чувствовали, когда Шрила Парупада ушел, все мы чувствовали, что недостаточно воспользовались присутствием Шрила Парупады, когда он был вместе с нами. Поэтому в наших сердцах проявлялась скорбь. Но, наконец, ученики Шрила Парупада нашли определенное решение этой ситуации. Шрила Парупада подчеркивал, когда Шрила Парупада присутствовал, что общение, соприкосновение с наставлениями Духовного Учителя важнее, чем физическое присутствие самого Духовного Учителя. Мы все скорбели, когда Шрила Парупада ушел, но в этой скорби все понимали, что единственное, что у нас осталось, это общение через его наставление. Именно это поддерживает преданного живым. Человек обретает жизнь благодаря тому, что он получает наставление. Шрива Прабхупада оставил нам эти книги, оставил Шримад Бхагаватам, оставил Бхагаватгиту, читание Чаритамриту. И это особенные книги. В 10-й песне Бхагаватам, 10.2.31, есть хороший текст, который указывает на роль этих книг в нашей жизни. 10.2.31 «О Господь, подобный сияющему солнцу, Ты всегда готов осуществить желание своего преданного, и потому Тебя называют древом желаний». Господа называют древом желаний. Ванча Калпатару. 11.3.3 «Когда очарьи, укрывшиеся под сенью твоих лотосных стоп, пересекают бушующий океан неведения, они оставляют жителям земли способ, с помощью которого они пересекли этот океан. Поскольку Ты очень милостив к другим преданным, Ты позволяешь им воспользоваться тем же способом и достичь той же цели». 12.3 «Шрила Парупада оставил после себя книги. Это его наставления, они не отличны от него самого. Они доступны нам, мы можем их читать. Это общение непосредственно со Шрилой Парупадой. Также это общение с Кришной, потому что Шрила Парупада получил это откровение от Кришны непосредственно. Он говорил о том, что Кришна непосредственно надиктовал ему эти книги. И читая книги Шрила Парупады, мы можем получать непосредственный духовный опыт от Кришны. «Обязанность очарьи, пишет Шрила Парупада в комментарии, найти для преданных способ служения Господу в соответствии с предписаниями шастры. Например, Рупагасвами, чтобы помочь будущим поколениям преданных, писал книги о преданном служении, такие как Бхактира Самритосинху. «Это значит, что очарьи должен издавать книги, которые помогут людям обратиться к служению Господу и по его милости вернуться домой к Богу». Поскольку в странах Запада невозможно постоянно повторять святое имя, надо не пытаться подражать Харидасу Такуру, а применять этот метод. Какой метод? Четыре регулирующих принципа и шестнадцать кругов. И Кришна примет любого преданного, который строго следует регулирующим принципам и методу, предписанному в книгах и других произведениях авторитетных наставников. Человек должен поклоняться лотосным стопам Ачарьи, жить в обществе преданных, тогда его попытки пересечь океан неведения непременно увенчаются успехом. У нас есть книги Шривы Парупады. Мы можем общаться со Шривой Парупадой через его книги. Также у нас есть книжный склад. Там можно брать эти книги и читать их, и покупать их, и покупать, и читать. Мы можем служить Господу Кришне на разных уровнях. Мы можем использовать в служении Господу прана, дгана, дгия, вача. Четыре уровня. Прана означает жизненный воздух, отдавать силу Господу в служении Ему. Физически что-то делать. Руками, ногами. Прана, дгана, дгия и вача. А дгана означает богатство, можно жертвовать деньги. Дгия означает разум. Это означает, мы берем священные писания, стараемся понять, что в них говорится. И Господу Кришне это нравится. В Бхагавадгите, в 18 главе, он говорит о том, что тот, кто изучает эту беседу с Арджуной, тот поклоняется Ему при помощи своего разума. Дгия. Еще раз. Прана, дгана, дгия, вача. Это текст, он фигурирует в читании чаритам. И вача означает речь. Речь означает, что можно говорить о Кришне. Можно говорить людям, повторяйте Харе Кришне. Повторяйте Харе Кришне. Или можно объяснять разные философские аспекты. Или можно просто даже, если мы ничего по философии не можем сказать, мы можем просто сказать, что преданные Кришны это хорошие люди и надо к ним ходить, например. Или надо иметь с ними дело. И это уже называется «Вартма Прадаршика». Кто? Гуру. Вот так. Представляете, совсем чуть-чуть нужно для того, чтобы приблизить человека к духовной жизни. Есть такое словосочетание «ученик Шрилы Парупады». Мы этим словосочетанием обычно обозначаем тех, кто получил непосредственное посвящение у Шрилы Парупады. То есть тот, кто является его дикши-учеником. Но на самом-то деле все ученики Шрилы Парупады в искон, потому что он всеобщий шикша гуру, потому что он всем дает наставление. В этом смысле все ученики. Вопрос лишь в том, насколько человек готов находиться в этой ученической позиции или не готов. И Шрилы Парупады в своей книге называется «Новое поколение преданных». То есть он пытается заглянуть в будущее. Он пытается понять, как практиковать сознание Кришны нам, то есть поколению, которое идет после Шрилы Парупады Махараджи. И как практиковать сознание Кришны тем, кто будет дальше на протяжении последующих десяти тысяч лет. Согласно предсказаниям из Падмапурана, искон будет существовать около десяти тысяч лет. И что же делать? Вот он пишет в этой книге. «Личное общение с Ачарией-основателем возможно и для людей, не получивших посвящения непосредственно у него. Ведь именно Шрила Парупада научил нас применять сознание Кришны в современных условиях. Именно он установил стандарты саданы, внешней и внутренней чистоты и правильного общения. И потому любой, кто следует этим основным принципам и признает Шрилу Парупаду непосредственным представителем Кришны, может называться его последователем. Художники, философы, бизнесмены, рабочие, все они могут стать преданными. Шрила Парупада практически не ограничивал своих последователей в том, что касается формы их служения. Однажды, уже после того, как… Хотя нет, это было незадолго до ухода Шрила Парупада. Один ученик сходил к астрологу и попросил его составить карту Шрила Парупада. И этот астролог посмотрел эту карту и сказал свои знаменитые слова о том, что этот человек способен… Этот человек построил дом, в котором может жить весь мир. Все можно связать с Кришной, любую деятельность можно связать с Кришной. Ведь в конце концов он хотел, чтобы сознание Кришны охватило все сферы жизни общества и считал, что им может быть проникнута любая деятельность. Согласно Дживи Гасвами, Бхакти-сандарки, есть три вида Бхакти. Они называются Аропа-сидабхакти, Санга-сидабхакти и Сварупа-сидабхакти. Сварупа-сидабхакти – это непосредственное служение, которое мы выполняем. Ну, те анги преданного служения, которые… Ну, очевидно, что это преданное служение. Это Шраванам, это Киртанам, это Смаранам. Это вот эти девять методов, которые перечислил Прохлада Махарадж в своем общении со своим папой Хирани Кашипу. То есть повторять святое имя, петь Киртан, читать книги, поклоняться божествам, возносить молитвы – это все непосредственное служение. Оно духовно по самой своей природе. Рупа-гасвами дает эти анги. И независимо от того, насколько мы обусловлены или не обусловлены, сами эти формы служения являются Сварупа-сидабхакти, то есть это непосредственное служение Кришне само по себе, по своей природе. Это один вид. Другой вид называется Аропа-сидабхакти. Аропа-сидабхакти – это когда мы совершаем ту или иную деятельность, не греховную, конечно же. А потом в конце говорим, Кришна, это для Тебя. И достаточно вот это чуть-чуть добавить в конце. Кришна, это для Тебя. Это для Тебя я... Что делал? Картошку резал. Да, это для Тебя я картошку нарезал. Возьми картошку. Хотя, ну да, разные есть варианты. В общем, разная деятельность может совершаться. Потом в конце просто добавляем, это Кришна для Тебя. Это уже называется Аропа-сидабхакти. Это другой вид, другая разновидность. И, наконец, вторая разновидность называется Санга-сидабхакти. А если человек пилит гайки на заводе и говорит, Кришна, это для Тебя, он не спросит, а мне, для Чем? А кто у кого спросит? Ну, Кришна, у человека это. Не спросит. Почему? Потому что эти три уровня, которые описывает Бхакти-Сандарпа в Джива-Гасвами, уровня Бхакти, они соответствуют разным уровням практики. И Аропа-сидабхакти, это не обязательно именно то, что Кришна хочет, это не обязательно то, что соответствует вот этому принципу Анукульена. Анукульена, Рупа-Гасвами в Нектаре преданности пишет, чистое преданное служение, оно Анукульена. Это означает, что оно совершается с желанием удовлетворить Кришну раз, и второе, оно делается в знании, то есть нужно заранее знать, а Кришне это надо или не надо, как вот вы сказали. Вот. Но Аропа-сидабхакти характеризуется именно тем, что человек делает без учета вот этого аспекта Анукульена, просто он делает то, к чему он склонен, и предлагает это Кришне, а Кришна милостиво принимает. Аропа, Аропа-сидабхакти. Да, я могу вам потом прислать материал. Вот. И, наконец, санга-сидабхакти – это такой вид преданного служения, который является вспомогательным по отношению к основному служению. То есть, например, мы идем утром мыться. Мыться. Просто идем утром мыться. Или чистить зубы. Или, допустим, моем у себя полы. Почему? Потому что это играет роль, определенную вспомогательную роль по отношению к той деятельности, которую мы будем потом совершать. Если та деятельность, которую мы совершаем после этого, связана с Кришной, тогда вот то, что было вспомогательным, то, что было до этого, оно тоже становится преданным служением. Мы даже можем свой сон одухотворить. Если у нас все остальное время занято преданным служением, тогда сон тоже становится санга-сидабхакти в том смысле, что это предназначено для восстановления сил, чтобы служить Кришне. Композитор сочинил красивую музыку, оставил тело, отправился в ад. Потом кто-то из преданных эту музыку услышал, ему понравилось, он под нее кирпин записал. Композитор вот этого, процент ката, духовный. Мы можем предположить, что да, но поскольку чувства наши несовершенны, и мы не можем ими отсюда проникнуть в те сферы, в адские, и воочию увидеть. То я, конечно, на все сто не буду так говорить, что прямо вот гарантированно. Но предположить мы, конечно, можем, что это так. Харе Кришна. Продолжим читать. Вот еще, сейчас, одну секунду. А, хотя да, давайте, давайте. Я просто хотел сказать, что Батвильяна Гасвай Махараш, вот, как вегинария школы шапа медитации, он говорит там, что греховную деятельность мы тоже, как в преданных служении, можем задействовать. Просто если мы ее, как, что, просто совершаем с раскаянием, и как с молитвой Господу, чтобы Он исправил нас от этого. То есть, как из стиха 9-30, это птичет судорача, как что, даже если человек совершает самый греховный поступок, но мы исполним решимость идти по верному пути, то оно следует считать святым. То есть, что, если мы, как, совершаем греховный поступок, нас раскаянием, Кришна, прости меня, больше так не хочу. То есть, просто, как бы, избавь меня от этого еще, как-то вот так предлагаем, что, ну, Кришна, вот я делаю это, и как, ну, я как тебе предан, то это тоже считается, что для них уже не будет. Здорово, спасибо большое. Это мы все вот с Шьяманандой Говиндой Прабу на основе материалов третьего курса Школы Джапа Медитации, вот этот кусок. Вы тоже там? Сейчас затронули, да. Вот, это отсылает нас к Багаватам, к 11-й песне, там есть один текст, в котором комментатор напрямую пишет, что греховные поступки предлагать Господу нельзя, это вот уточнение небольшое, предлагать нельзя, но там приводятся две молитвы, на санскрите, смысл которых заключается в том, что если мы каким-то образом начинаем соскальзывать с этого пути и делать что-то не то, то потом можно возносить Господу молитвы, их содержание такое, что «О Господь, пожалуйста, покажи мне, насколько то, что я делаю, пагубно для моей духовной практики». 11-я песня, я вам могу сбросить текст. Как она у нас текст? Ну, просто вы этот аспект сейчас затронули, я не открывал заранее. Вот именно вот этот момент. Ну, я потом могу прислать, если захочется. Ага, а мы продолжим читать вот небольшой кусок из книги Сацварупа Махараджа, которая называется «Новые поколения преданных». В оставшиеся несколько минут дары сознания Кришны, принесенные Шрилой Парупадой на запад, предназначены для всех. Шрила Парупада оставил нам живое наследие, свои книги, своих преданных, развивающиеся общины и знания о том, как наилучшим образом применять сознание Кришны в каждой ситуации. Если только у нас хватит разума заявить свои права на отношения со Шрилой Парупадой, а сделать мы это сможем, практикуя сознание Кришны в том настроении, которое он нам передал Шрила Парупада, то мы установим их удивительнейшие отношения с чистым преданным Кришной. Для этого я и написал Шрила Парупада Левамриту. Любой, кто читает ее, захочет открыть себя для глубоких взаимоотношений со Шрилой Парупадой, не только станет Парупада Нугой, но и ощутит сладость личного общения с ним. Это верно как для присоединившихся к искон во время физического присутствия Парупады, так и для пришедших после 1977 года. Харе Кришна, дорогие друзья! Читайте Шрила Парупада Левамриту, проникайтесь, будем проникаться, медитировать на деяния нашего Ачарьи-Основателя. Есть ли какие-нибудь вопросы? Прабхупада Нуга – это тот, кто следует по стопам Шрила Парупада, точно так же, как Рупа Нуга. Нуга – это следовать, насколько я понимаю. Я могу посмотреть в санскритском словаре. Скорее всего, это означает следовать. Но я должен сразу оговорить, дорогие друзья, что этот термин Прабхупада Нуга в последнее время начали использовать ритвики. Поэтому, если наткнетесь в интернете на использование этого слова Прабхупада Нуга, и потом рядом с этим обнаружите какой-то подозрительный материал, то не удивляйтесь. Это они себя в последнее время так начали называть. А нам нужно стать, ну быть правильными, правильными Прабхупада Нугами. Есть ли вопросы? То есть, получается, мы можем называть себя учениками Шрила Парупада, это будет корректно? Все ученики, раз он всеобщий, но только, ну естественно, дикши учениками назвывать себя не следует. Он всеобщий Шикшагуру. Допустим, если человек пришел в Искона, и у него еще даже не встал вопрос о том, кто будет его духовный учитель, ныне живущий, то в любом случае, по умолчанию, когда человек пришел, его духовный учитель это Шрила Парупада, изначально, и нужно вдохновлять их на то, чтобы они слушали его лекции, читали книги. Еще вопросы имеются? Гаранты Рад Шримад Багаватам Киджай, Шрила Парупада Киджай, Нита Игоура Примананда, Хребол.